Отдать долг родине или потерять год жизни? Службу в армии можно рассматривать по-разному. Кто-то мечтает откосить, кто-то понимает, что защита границ – неотъемлемая часть государственности. В канун Дня защитника Отечества мы спросили у школьников, что они думают про юность в сапогах. Это развивает патриотизм, и молодые люди должны идти в армию. С другой стороны, это также поможет потом при поступлении в ВУЗ на работу, потому что сейчас многие профессии требуют. Я собираюсь идти в армию. Я считаю, что армия – это хорошо. Она, в принципе, закаляет дух, она дисциплинирует человека, и она помогает в дальнейшем. Несмотря на слухи и жуткие истории, нынешние школьники считают дедовщину пережитком прошлого. Впрочем, служение Отчизне не идеализируют. Понимают, что реальность отличается от художественных фильмов и сериалов. Ну, я не думаю, в фильмах это все очень красочно описывается. А на самом деле, мне кажется, это все очень просто. Это система, это организация, в которой солдаты – это звенья. В основном слухи распускают люди, которые не понимают значения, вот зачем служить. Они думают, что это просто пустая трата года жизни. Но в будущем, если, не дай бог, что случится, то все те, кто служили, придется защищать Родину. Многие ребята согласились с тем, что современная российская армия могла бы быть эффективнее, если бы призывников заменили контрактниками. Это позволило бы более профессионально подойти к обучению бойцов, а значит, повысить обороноспособность России. Записываться в военные, правда, спешат не все. Некоторые уверены, что могут отдать долг Родине иначе. «Помощь бездомным, оказывать поддержку материальную и нематериальную ветеранам. Просто, то есть, выполнять свой гражданский долг, но никак не». «То есть, ты планируешь выбрать альтернативную службу?» «Ну, если у меня будет такая возможность, то да, но я не собираюсь избегать армии». Представления об армии у будущих защитников Отечества разнятся, а вот мнения прекрасной половины 10-го А по поводу людей в форме сходятся. Девушки уверены, что настоящий мужчина должен пройти суровую школу жизни в вооруженных силах. «Я уважаю тех молодых людей, которые собираются отдать долг Родине, пойти служить в армию, потому что это близко моим взглядом на жизнь, моему мировоззрению. И у меня вызывает, наверное, искреннее непонимание тех, кто желает всеми средствами откосить, избавиться от этой, так сказать, повинности». «Которые хотят, отношусь уважительно, потому что я считаю, что армия воспитывает, вот она как бы придает сил, меняет человека, дисциплинирует его, вот. Поэтому я считаю, что в армию нужно идти». «Ну, как я думаю, они просто попросту не хотят, скажем, тратить свою жизнь, отдавать лишний год своей жизни на то, чтобы служить в армии. Потому что они могут, например, после окончания института сразу же начать работать, то есть строить свою карьеру, обдумывать какие-то свои дальнейшие планы жизни, не знаю, строить личные отношения, то есть». Узнать, что такое настоящая российская армия, можно, пожалуй, лишь отслужив. Факты говорят сами за себя. Количество желающих заключить контракт ежегодно растет, а материальному обеспечению офицеров позавидует среднестатистический житель России. «Больше, наверное, 60% хотят пойти в армию на сегодняшний день, потому что армия – это действительно сейчас достойный заработок, мы конкурентно способные. Также за пять лет на гражданке, так сказать, квартиру не заработаешь. У нас социальные гарантии полном-полном». Дурная слава, которую заработали вооруженные силы несколько десятилетий назад, постепенно забывается. Сейчас армия – это современная организация, которая не только обеспечивает охрану российских рубежей, но и воспитывает настоящих защитников Отечества. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.